Два водоема городского округа Люберцы попали в губернаторскую программу «100 прудов и озер». Жители муниципалитета путем онлайн-голосования выбрали для очистки Жилинский и Томилинский пруды. На каком этапе сейчас находятся работы и как они повлияли на состояние водных объектов, выяснила наша съемочная группа. За то, чтобы здесь появилась эта техника, жители городского округа Люберца дали почти 4000 голосов. Жилинский пруд давно нуждался в масштабной очистке. Огромные стволы деревьев, строительные крупногабаритные отходы, поднятые со дна водоема, тому доказательство. Очень рады и счастливы, что нам на наш пруд наконец-таки обратили внимание. Заилинные источники, он питается только талой водой, находится в плохом состоянии. Старые очень деревья, постоянно от ветра падают в воду. До начала работ по очистке пруда экологи взяли пробы воды для проведения исследований. Результатами остались довольны. Качество воды удовлетворительное. Но, тем не менее, пруд очень заросший. Пруд нуждался в очистке, хотя бы санитарный на данном этапе. На сегодняшний день выполнено процентов 70 по пиловке деревьев. Извлекли основной крупный топляк из водоема. На данный момент работы проходят вокруг водоема на прибрежной зоне. После этого подрядчики приступят к уборке водной глади. Извлекут тину, камыши и установят домики для уток. Я думаю, что пруд заиграет новыми красками, и жители будут получать удовольствие. Подрядная организация, которая через аукционы очистку прудов, она выиграла. Я пообщался в том числе с руководителем подрядной организации. Люди с опытом, техника, люди у них есть. Эта же подрядная организация параллельно занимается очисткой и Томилинского пруда. Работы на двух водоемах завершат 27 июля.